Приветствую подписчиков и гостей канала все о стиральных машинах и бытовой технике. Сегодня у нас топ 5 лучшей рации Терек по отзывам покупателей Яндекс.Маркета. Ссылки на лучшие рации Терек вы найдете в описании к данному видео. Ну а наш рейтинг возглавляет рация Терек РК501, лучшая в нашем рейтинге. У нее высокая мощность передатчика 25 Вт, радиус действия 25 км, хороший прочный противоударный корпус, много тут всяких особенностей, включая и подключение гарнитуры, регулировка громкости и шумоподавление. Кстати, очень хорошо работает аккумулятор, выдающийся 4850 мАч, держит очень долго. То есть в условиях мороза, ветра, дождя работает неплохо. 17 372 рубля стоит эта рация. Ну и отзывы тоже очень хорошие о ней. Я как бы много смотрел информации, не только на Яндекс.Маркете. Отрицательных каких-то отзывов или недостатков даже практически не находил. Корпус действительно сдерживает удары, люди пишут. Работает на заявленную дальность приема, нет искажения речи. Ну то есть рация соответствует характеристикам, это уже радует. Пехотники используют, рыбаки там при сплавах, где-то там на реках тоже хорошо подходят, потому что он влагу держит корпус. Ну и вообще заводской брак встречается очень редко. И говорят о том, что продавцы присылают своевременно. То есть в этом плане никаких проблем нет. Функционал шикарный пишут, цена равна качеству. Так что эти 17 с лишним тысяч отдать будет за такой хороший аппарат не жалко. Следующий вариант это рация Терек РК-322-2Д. Гораздо более скромный аппарат. Ну для бытовых целей сойдет. То есть если где-то в охране там работают люди. То есть самое то, то есть тоже хороший неубиваемый корпус. Количество каналов 999 штук. Мощность передатчика 10 Вт. Радиус действия 15 километров. Ну как бы насчет этих 15 километров не уверен. Возможно поменьше. Но тем не менее, тем не менее, очень впечатляющие характеристики у этих раций. Батарея чуть поменьше емкость. Ну и стоит 10 650 рублей. То что касается отзывов, то они тоже в основном отличные. Ну и сами видите оценка 4,7. Не просто ее заработать такую оценку. Хотя конечно по качеству она уступает лидеру нашего рейтинга. В том смысле, что начинка все-таки попроще у нее. Надежная, крепкая и неплохая дальность приема. Сама по себе рация неплохая. Особенно учитывая уровень цен. Слышимость отличная. Даже на грани удаленности. При наличии металлических конструкций. Других устройств передачи данных. С этим все норм. Удобная, не скользкий корпус. Яркий экран. Ну в общем, в основном все хорошо. Ну вот Артем Понькин некий. Он говорит о недостатках. Дальность не соответствует заявленной мощности. Берет как 5-ваттка. Ну как 5-ваттка это конечно загнул Артем здесь. Но все-таки 15 километров. Да, это явно завышенная дальность. Здесь я соглашусь. Рация работает в двух диапазонах. Очень удобно в некоторых ситуациях. Ну, много, я говорю, много отзывов положительных. Но недостатки здесь все-таки приводятся. В отличие от лидера нашего рейтинга. Инструкция в комплекте на английском. Но что интересно, обложка на русском. Меню настройки интуитивно понятны. Простому обывателю настройок очень много. И по инструкции не все понятны. Ну, кстати, инструкцию можно в интернете легко найти. И здесь выход из положения будет найден быстро. Так что не переживайте насчет бумажной инструкции. Следующий вариант. Третье место это рация Терек РК-401В. Рация тоже очень неплохая. Но корпус попроще. Противоударные возможности тоже попроще. Это явно видно. Ну и цена 11 450 рублей. В принципе, тоже 10-ваттник, 16 каналов. Много дополнительных функций, особенностей. Влагозащитный корпус. Кстати, влагозащита на высоком уровне. Вот противоударные возможности у него не такие, как у нашего лидера. И плюс емкость батареи 3270 мАч. Что тоже уступает нашему лидеру. То, что касается отзывов, то здесь все прекрасно. Хотел я специально почитать о недостатках РК-401В. Но, к сожалению, ничего не нашел. Хотя, вот некоторые особенности конфигурации корпуса наводят на мысль, что все-таки сэкономили создатели на материалах при изготовлении этой рации. Ну, люди пишут, что отлично все. Но, опять-таки, данную рацию, данный тип рации применяются все-таки в обычных условиях. Куда-то там их альпинисты, например, такие рации не берут. Радиус действия у него 15 километров. Этого вполне хватит для качественного бесперебойного удержания связи. Мощный аккумулятор хватает на всю смену. Не приходится ставить на подзарядку. Ну, понятно, что охранник использует эту рацию. Ну, для охранника понятно. Но 15 километров это тоже хватили. То есть, это абсолютный предел в идеальных условиях. 15 километров. Четвертое место у нас занимает рация Терек РК-401У. По характеристикам заявленным вроде все то же самое, но диапазон частот немножко другой. Емкость аккумулятора 3270 мАч. Цена 12 394 рубля. Ну, и люди отмечают в основном громкость. И довольно-таки четко она работает. Вот из недостатков выделяют. Радиостанция, когда находишься в автомобиле со штатной антенной, работает метров на 400. Дальше шум и треск. В лесу почитаешь так на прилично больше. Зря купил. Ну, на мой взгляд, здесь как раз речь идет о каком-то заводском браке. Скорее бы, вот Виталию надо бы рацию-то заменить. Возможно, там что-то, какие-то проблемы со сборкой были. Ну, и, соответственно, Терек Радио тут сразу уже ответил. Опыт использования вот у некого субъекта, который только почту свою оставил менее месяца, говорит, что рации хорошие, но попался брак. Из двух раций одна не работает. Ну, от этого, естественно, никто не застрахован. Покупали, другой говорит, для наших строителей монтажников. Один комплект обязательно для крановщика, другие для монтажников. На объекте много металлоконструкции, где нередко не работает даже сотовая связь. Но радиостанции везде пробивают, даже до второго уровня подземного этажа. То есть, вот видите, да, хороший отзыв о рации. Видимо, всё-таки небракованный вариант человеку попался, и он, соответственно, высказал свою точку зрения. Не знаю, мне кажется, рация на свою цену. Есть у неё как достоинства, так и недостатки. Ну, и, соответственно, четвёртого места она уж в нашем рейтинге точно достойна. Ну, и, наконец, всё-таки самый простой вариант. Пятое место. Рация Терек РК-201У. Она 5-ваттка, ничего выдающегося, но и стоит недорого. 6 024 рубля. При этом радиус действия заявлен 12 километров. Но скажу вам сразу, что уверенный приём километров на 7. Ёмкость аккумулятора 1850 мАч. Ну, и люди, кстати, они отзываются очень хорошо. Вероятно, попались те, кто оставил отзывы. Я имею в виду, люди всё-таки адекватно оценивают данную рацию, не требуя от такой средненькой рации каких-то заоблачных характеристик. Достоинства. Хорошая игрушка для больших мальчиков. Недостатки радиус действия не соответствуют ожиданиям. Уже через километр на трассе не было связи. Ну, возможно, какие-то были помехи серьёзные. Вообще, рация в идеальных условиях на 7 километров берёт уверенно. Данила здесь пишет. Наличие помех иногда из недостатков. Из достоинств недорогое компактное устройство. Большой набор функций. Ну, можно понять. Вообще, в целом, достоинств много. И отзывы в основном положительные, что указывает на высокое качество данного товара. Ссылки на лучшие рации Терек вы найдёте в описании к данному видео. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх. Жмите на красную кнопку подписаться под видео. Жмите на колокольчик. И всего вам хорошего.